Да, да, водитель. Добрый день. Добрый. Можно? Ну, присаживайтесь, конечно, слышу вас. Я сотрудник Белтеля радиокомпании, а пришел на ежегодный осмотр пропагандистов. А, прекрасно, прекрасно, давайте посмотрим, что тут у нас. А вы рассказывайте, рассказывайте, на что жалуетесь? Не на что. Не на что? У нас прекрасная страна, у нас замечательный президент, лучший в мире, и поэтому и жаловаться не на что. Я вижу, вижу. Рабоглобин в крови у вас в норме, да? Хорошо, хорошо. Что у нас тут еще? Так, хронический ябодскистит есть. Да. Патриотит пятой степени, это неплохо, неплохо, да, неплохо. Так, а тут у нас что еще? Ага, вон вижу, стабилокок есть, прекрасно. Так, подождите, а что это вот тут написано? Зайчья губаза. А это я до телевидения работал пресс-секретарем губазика. А-а-а. И вот с тех пор осталось. А-а, все. Нормально так? Да, нормально, пусть остается, но она мне мешает, если честно, да. Так, вот я вижу у вас еще тест на гладкость языка, чтобы вылизывать в пули первого. Конечно, делал. Делали, да? Ну-ка покажите. Прекрасно, хорошо. Так, подождите. А что, а снимок вы что, не делали? Как не делали? Как же не делать снимочек? Вот он. А, все, вижу, вижу. Так. Ого. Задницу на шею пересадили, да? Слушайте, ну хорошо. Вы знаете, не было никаких побочных эффектов. Да, прям прижилась как родная, я смотрю. Прекрасно. Не у всех так получается, хочу вам сказать. Поздравляю вас, поздравляю. Так, слух теперь давайте проверим. Становитесь к двери. Так, прикрываем. Мукушка, мукушка, прикрывать. Да, да, да. Мирный клочок земли. Мирный клочок земли. Угу. Любимую не отдают. Любимую не отдают. Угу. Свобода. Совесть. Беларусь. Беларусь и я. Беларусь и я. Прекрасно. Я вас поздравляю. У вас патриотическая глухота первой степени. Слушайте, присаживайтесь. Теперь давайте зрение. Приготовьтесь. Что вы видите на этой картинке? Фашисты и террористы. Готовы крушить и сжечь все на своем пути. Жаждущие крови законопослушных граждан. Угу. В принципе, никаких противопоказаний, чтобы работать на белорусском телевидении у вас нету. Я вас поздравляю. Только еще в шестом кабинете зонт надо сделать и все. Только вы знаете, я сегодня кушал уже. А можно зонт после еды делать? Так подождите. У вас же патриотический зонт. Он же не через рот, а через ваше рабочее место. Так это еще лучше. Спасибо, доктор Большой. Спасибо. До свидания. Следующий. Витаем вас, дорогие сябровки сябры, щирые белорусы и те, кто им спочувает. У эфиры Хайтак ТВ. С вами Денис Дудинский, Михася Зуй. Тут мусить быть некая музыка. У меня, пожалуйста, нема. Дякую, Михася. И Катя Водоносова. Починаем. А я к твоей музыке сейчас добавлю несколько новостей. Скажем такой блиц осмотр. Если вы, дорогие друзья, думаете, что вот эту вот всю ересь, которую мы озвучиваем, мы откуда-то из головы берем, придумываем. Нет, подождите. Вот официальный сайт Белта. Одной строкой. Реновация в свиноводстве. Открытые сердца для Африки. Планы с Узбекистаном и первая красавица. Итоги недели президента. А сейчас на некоторых новостях мы остановимся более подробно. Они того заслуживают. Хочу вам рассказать историю. Мы ж зараз у Беларуси рыхтуемся до дожинок. Самое головное белорусское свято. И до дожинок у Лады объявили конкурс. На что? На лепшую соломяную скульптуру. Все, як мы любим. Я не могла пройти мимо конкурсантов. Я вельми хочу показать вам их творы. Они разностайные. Они цикавые. Есть замки. Чомусь с иранскими стягами. Ну, дюна. Птицефабрика вилятичи. Чому бы не. Почему? А какой флаг? Иранский. Давай. Есть мужик-трактор. И он трохи сумный. Потому что напевно его так гибридизировали. Это мужирактор. Есть... Вот як вы думаете, что это? Это не бабы с грудями. Это цыплятки. Куранятки маленькие. Вот есть мишка, у якого Миндок. Это великий брат белорусский. Есть замок, який вартують коровы. Чомусь цена версия. Але больш за все мне спадабалася. Вот это. Вот это. Крамола. О, а, о. Это же... Решающий. Это же Колесникова, Тихановская и Цыпкала. Ну так. Яны что-то нам намекают. Из БЧБ. Из БЧБ. И Кветышки. И Васильки, який бондарова. Прапановывала заборонить. Я так разумею, что... Это кто такое? Это кто? Какой решающий? О, о, решающий. В скобочках. Привитальная. Привитальная. Солигорский район. Вау. Худка. Худка вроде. Это Солигорский район. Привитальная. Мы вас... Подшумели. Мы вас услышали. Вашу солому мотаем на вуз. Дарыш, у нас же ж абрали мисс. Мисс Беларуси. Это частка ты дня президента. Да, да, да. После свинокомплекса сразу... Свинокомплекса сразу... Свинокомплекса за все, а ты першим думаешь. Закройте мне сердце, пайду красавицам. Он так говорил для Африки. Слухайте, ну и она все чули, бачили, як она не змагла назвать аутара пьесы Паулинка. Причим, как бы человек, я бы задавал пытание сам с собой и подказывал бы. Это была акторка Купаловского театру. Кто написал спектакль Паулинка? А мне сподавалось, я, конечно, много раз ходила в театр Янки Купалы на спектакль Паулинка. Но кто написал Паулинка? А я нагадаю. Эл логика. Вельми добро, что ты сказал, потому что декорации спектакля Паулинка ныне изменяются. Я не веду, сколько я ходил. Больше за 50 годов. Поглядите на выяву. И там просто на самой хате написано, Янка Купала, как подказать, мисс Белоруссия. Нет. Слушай, намекнуть. Так, надо, мне кажется, такие вопросы современному молодому поколению неправильно задавать, особенно мисс. Ну как это, кто написал Паулинку? Надо задавать так, первый вариант вопроса, первый вариант. Паулинку написали А. Купала, Б. Жюль Верн, В. Альберт Камю. Выберите, кто из этого. Второй вариант. И вот, понимаешь, она не отвечает. Она так, я не знаю. Сгадывай декорацию, там, сдается, было Альберт Камю. Альберт Эйнштейн, как вариант. И следующий вариант. Можно пойти дальше. А не Янка Ли Купала написал Паулинку. Паулинку пытается А. Акторка Купала Татра имя Янки Купалы. И еще варианты. Не Янка Купала, Янка Купала. И затрудняюсь ответить. Да, да, да. Вот вам твари. Я буду защищаться. Что, белорус? Как ты узнал? Да, когда микроавтобус проезжал, ты убегать начал. Так это привычка. Год назад бабку хоронили. Так это, когда бусик приехал, который должен был его возить. Я от страха чуть дней в гроб не запрыгнул, чтобы спрятаться. Классика. Ладно, парень, запрещенка интересует. Блин, что есть? Да есть практически все. От цирков до контрабандных сигарет. Слушай, у меня от этих ваших контрабандных сигарет, от этого феста премьера, а у меня от премьера вашего Головченко болит. Херню возите. А-а-а, смешной ты парень. Ладно, я знаю, что тебе нужно. У меня есть для тебя паспорта Беларуси с разным сроком действия. Слушай, а есть который действительно еще 10 лет? Есть, но есть проблема. Он на фамилию Лукашенко. А нет свидетельства о смерти на эту же фамилию? Пока нет, сами ждем, но говорят, вот, 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 вот. Ладно, слушай, а сколько стоит? Слушай, что так дорого-то? Опять дешевле-то ничего нет, а? Слушай, есть, но это реально очень плохая штука. Я бы даже сказал, что это реальное дерьмо. Фу, блин, это реальное дерьмо. Я даже с доплатой его не возьму. Ладно, хрен с тобой. Давай, который этот дорогой. Блин. Я теперь Карпенков Николай Васильевич. Давай, пасем. Была Николай Васильевич. Давай. Когда же я тебя уже спихну-то, а? И ты туда же, а? Воробей. Реальное дерьмо. В Беларусь приезжал президент экваториальной Гвинеи. Я уверен, дорогие друзья, большинство из вас никогда не слышали о такой стране. Чекай, это той, який людей ел. Ну, ходят легенды, ходят такие вот. Да, да я чула. Он уже 45 лет у власти. Ну, не цал. Ну, кусал немножко. Выборожил. Ну, что, я же, я не проглазал. Я только полизал. Поживал, да я полизал. Президент экваториальной Гвинеи. Вы можете вот так вот сходу сказать, вообще на каком-то континенте, какая столица, что там происходит в этой экваториальной Гвинеи? Там... На экваторе. Вау, уже хорошо. Там не происходит ничего. Население экваториальной Гвинеи полтора миллиона. Все вот эти ВВП, они где-то там вот. Вот в конце всего списка международного. Значительная часть населения не имеет постоянного доступа к чистой воде. А детская смертность в экваториальной Гвинеи остается на высоком уровне. До 20% детей умирают, не дожив до 5 лет. По индексу человеческого развития экваториальная Гвинея находится на 145-м месте в мире. И вот с этой страной Александр Григорьевич Лукашенко хочет налаживать постоянные экономические, политические и социальные связи. На во, что ты скажешь. Да. А я гляжу у Белту, и там и все отказы. Як там называется артикул. Беларусь в геостратегической борьбе за Африку. О, это мы удельничаем. Беларусь, я такая, игрок, гулец. Ставки на спорт, большие выигрыши. Стравим мы. Отхрабастать хочешь. Александр Григорьевич, давайте... Все на черное. Слушайте, Александр Григорьевич, давайте, может быть, это... Хорошая страна. Япония. С Японией. Нет, нет, они враги, они против нас, они не поддержали выборы в 20-м году. Ну, не знаю. Ну, давайте там... Оговоры с ними неизразумело. Уругвай, Парагвай. Южно, давайте вот туда вот, да. Нет, не очень далеко, и там нефти нет. Назвоникой неизразумелось, что Парагвай, это Уругвай. А с чем? Экваториальная Гвинея. Александр Григорьевич, а что это? А где это? 145-е место. Супер. 145-е место, да. Просто если учитывать сейчас, что в мире насчитывается Папуа, Новая Гвинея, Гвинея и Бесау, Гвинея, и Экваториальная Гвинея, это можно в наперстки играть Гвинеями. Где Лукашенко зараза? Где Лукашенко? В какой из Гвиней? Я правда думаю, что кроме Экваториальной Гвинеи мало кто его примет. Не Гвинея и Бесау, не... Более того, совсем недавно, вы помните, с какой помпой рассказывали нам о том, что мы с Зимбабве дружим, и вот, и там все на мази, что мы с ними вот-вот вообще по корешам. Космос полетим. Вот такая вот цитата прекрасная. Как объяснить гостю из Африки, что мы его любим, и мы из-под него чего-нибудь хотим? Вы должны знать, что вы для нас не чужие, потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца. То есть, вы понимаете, Беларусь и Экваториальная Гвинея, это не чужие друг друга. Она уходит в глубину. Да в глубину чего, я не придумываю. У нас общность истории. Вместе в 45-м году. Под Сталинградом. Мы же вместе с вами. Служили за товарища. А вы понимаете, как белорусы своей спиной прикрывали ваше отступление от армии Ксеркса под Дарданеллами, убегая через всю Тасманию по Патагонским полям в Аргентине, защищаясь от ацтеков. Беларусь и Экваториальная Гвинея. В глубину. А я человек простый. Меня требует просто речь. Келбаса. А сосисочки? А меня требует сосисочки. Зараз по драбязни. Чому гэта келбасу крак... А сосиски? И меня сосиски. Я пераблыто. Сосиски краковские, да? Нас тобой требует. Печарына, мы як бабушки такие. Сосиски краковские, бляха, пераменавали у Крамлёвские. Я в чужихе краковские покупала. Кача, что вырабить будем? А ничего. Такие ж я не по составу. Это новость. Это новость, пераменавали. Як тебе по батьку? Станиславовна. Станиславовна. Так я тебе скажу, Станиславовна, як ли что, Эдуардовна? Так я тебе скажу, Станиславовна, что не надо, не надо переживать. Усё нормально. Усё хорошо. Это ж ты самая. Там на заднем этим написано, всё сзади всё написано, краковские. А, маленькими буквочками я читала, Эдуардовна. Очки надень. У тебя глаза хорошие, молодые. Да. Слухайте, ну правда, пераменавали, ну что им уже сосиски зарабили? Краковские, не сподобалось, у Крамлёвские. Оказывается, у России киевский торт пераменавали. Вау. Какой? У Крамлёвский. Как, Кремлёвский торт? Ну. Кремлёвский торт. Я так разумею, людей пересаживаются на так званую Крамлёвскую диету. Да. То бы Кремлёвский торт, Кремлёвские сосиски, Кремлёвский майонез вверху, всё. Кремлёвская таблетка и заява, и всё. И всё, это имена одного и того же человека. Кремлёвский торт. С такой, я кажу, с начинкой, с повидлом. Ты разрезаешь, а там Ленин. А там плесень и липовый мёд. Человек под названием Караев. Не, Караник. Не, Караник. Это Иран, Ирак, Уругвай, Парагвай, Караник, Караев. Гвинея Бесау, Гвинея Кваториальная. Вот взрослый человек, казалось бы, занимавший, занимающий какую-то должность, пост, призвание, осмотрел детскую площадку. Меня очень повеселил вот этот момент, как вот этот взрослый и, казалось бы, образованный человек не может понять, а для чего вот этот детский тренажёр? На ней вот так вот надо заниматься, да? Правильно делаю или нет? В основном уже из какого-то тренажёр, что он даёт? Тренажёр очень любит детский тренажёр. Я не могу понять. Вышел по бедразу упоминает. Никак не напрягается. Не могу понять, что он даёт. И что я тут, ну, Ракунь, координацию развивает. Когда мы открывали этот площадку, сфитеря физкультуры показывали образцовое. Лёха, может руками это, чтобы полностью тренироваться? А что это у вас, что это у вас здесь, на детской площадке? Это, это песочница. А что это? А зачем это? Я не могу понять. Любый белорусский тренажёр мусит быть на коленях. И он неправильно туда встал. Треба было вот так вот. О, теперь я понимаю. Да, всё понятно. Вот так вот и паузёшь. Ну что? Всё нормально. Я проверил. Они работают. Ты готов? Я не знаю. Я не уверен. А вдруг мне не получится? Я, я, я... Мне страшно, я боюсь. Мне как-то очень неудобно, знаешь. Ну, а как мне, что, как... Я, я, я... Мне же даже... Мне неудобно, понимаешь, мне как-то неловко, потому что я всё-таки замначальника, пусть убыточного, но всё-таки госпредприятия. Слушай, я голосовал за Лукашенко, я же, я же за стабильность, за, за созидание вот это вот всё. Валера, ты же сам сказал, что готов на всё, чтобы решить эту проблему. Да, да, я готов, чёрт возьми, я готов. Ну ты представляешь, сколько могут дать за ограбление ломбарда. Ну, это наш шанс. Валера, надо рыскнуть. У нас же ребёнок. Да, да, чёрт возьми, ты права, ты права. Ребёнок, ребёнок. Да, я сделаю это, я сделаю всё. Давай. Пожелай мне удачи. Не хочу. Я пошёл. Ну что, получилось? Нет, там слишком много людей, я не могу так. Ух ты, карлина ты, скотина. Ну тряпка ты. А что же мы теперь будем делать? Как же наш Серёженька? Так, урод. А ну быстро пошёл. Быстро пошёл и принёс деньги. Тряпка половая. Ты посмотри, ни денег от тебя, ни помощи от него. Слушай, что? Ни ребёнка от него. Так, тихо я сказал. А знаешь что? У меня есть идея получше. Валера? Что? Ты чего? Снимай. Что? Снимай вот эти вот свои побрякушки, вот вещульки эти. Снимай давай. Валера. Снимай, снимай. И часы снимай. И кольцо снимай. Всё, давай сюда. Давай сюда. А то учебный год давно начался, а наш Серёжа ходит как бомж. Пишет на этой, на туалетной бумаге. Давай, давай снимай. Всё, значит смотри. Так, на тетрадке есть, на линейку есть, на карандаши есть, на обложке есть. Всё, а теперь есть. И вот это, вот это вот снимай тоже. Это же обручальное. Да пофигу. Снимай, я лучше с тобой разведусь. Но наш сын будет ходить на физкультуру в кедах, а не в твоих шлёпанцах. Всё, стихни мне. Сиди здесь, жди меня. Я вернусь, поедем по магазинам на школьный базар. Всё, сиди здесь. Ой, Валера! Ой, Валера! На Брасловщине озадачились вопросом, почему к ним не едут туристы из-за границы. Непонятно. Почему? Вот что такое? Ребят, ответ есть. Ответ есть. Дело в том, что руководители Брасловщины сказали, что дороги, которые ведут из Литвы и Латвии, плохие. Потому что туда очень много ездит белорусов на машинах. И тем самым они разбивают дороги. И поэтому оттуда, по этим дорогам, никто из-за границы в Брасловщину не ездит. Виноваты кто? Белорусы. Я навод больше тебе скажу. Это Жаншина, я какая-то про дороги сказала. И она обтекаемо больше выразилась. Я зараза зачитаю. Для эффективной стратегии развития туристической отрасли особо актуально стоит вопрос расширения рамок сезонности функционирования субъектов туристической сферы района. Сглаживание сезонности является первоочередной задачей. Что отбывается? Сглаживание сезонов? Сглаживание сезонности. С чем вы занимаетесь? Мы сглаживаем сезонность. Отличная фраза. Господи, больше кондовой мовы я мало, конечно, бачу. После этого безумовно вся праздновка. У нас наблюдается наличие, отсутствие, присутствие некоторых людей. Они есть или их нет? Сглаживание сезонности. При наличии и отсутствии пропитанных шпал. Как писали Ильфы Петров. Дорогие сябры, не забывайте се жартаваць. Мы вам будем допамагаць. Не глядзите Гайдукевича. Гэта пераследуется законом. Ну, иногда. Одним глазком. Левш глядзите Гайтак ТВ. С вами были Денис, Михася и Катя. Песня про белорусского дуча. Небось хил, чистый, як слеза. Ни водного следу самолёта. Песня про белорусского дуча. Песня про белорусского дуча. Песня про белорусского дуча. Песня про белорусского дуча. Свой край побудуем знову. Мы, грамотяне, мрой, без покусов. Мы знову побудуем дом. В души несучи любовь. До родной и свободной Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова